Привет, друзья! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. В сегодняшнем ролике я вам расскажу, почему сбивается дыхание при плавании и как быстрее восстанавливать его. Ну что, готовы? Погнали! Я знаю, что у большинства людей есть эта сложность, особенно у тех, кто плавает сам или учится плавать самостоятельно. Да, действительно, вы проплываете 25 метров или 50 метров и задыхаетесь. Или, может быть, плывете и понимаете, что, блин, дыхания не хватает, слабая дыхалка, что с этим делать? В результате сегодняшнего ролика вы узнаете, как правильно восстанавливать дыхание и начнете плавать в кайф и вообще не уставать. Четыре причины. Первая причина – это когда мы начинаем работать на максимум. Неважно, мы делаем большую тренировку, либо один отрезок, мы стараемся выложиться на максимум, и хочешь ты тут и не хочешь, но дыхание по-любому собьется. Это иногда бывает по неопытности, когда люди просто видят бассейн, ныряют и пытаются проплыть в бассейн без разминки, без всего, по максимуму. В этом случае дыхание сбивается однозначно. Либо другой вариант, когда вы увидели красивую девушку на бортике или где-то на море, на пляже, и хотите перед ней форсануть, и красиво, типа вы быстро плаваете, проплыть. В результате этой частоты у вас напрягаются мышцы, у вас жжется быстрее кислород и, конечно же, сбивается дыхание. Как это исправить? Да очень легко. Ребят, никогда не плавайте во весь газ, плавайте спокойно, получайте удовольствие и экономьте кислород. Ну, естественно, вы можете плавать во весь газ, если тренировка у вас подразумевает именно программу плавать во весь газ. А так, если вы плаваете для себя, то плавайте спокойно. Вторая причина – это наши ноги. Ноги – это большие мышцы, которые потребляют также много кислорода. А если еще на ногах вы добавите скорости, то там кислород тратится очень сильно. Из-за того, что вы активнее работаете ногами, думая, что вы будете быстрее плыть, у вас жжется больше кислорода. В результате вы быстрее устаете и, по факту, может быть, не такой КПД у вас крутой. Иногда полезнее просто работать ногами как поддерживающей функцией, чтобы вы просто поддерживали свой корпус. При этом кислород не тратится, и вы спокойно плывете, у вас дыхалки хватает надолго. Проходите. Можно? Вам можно. Вы очки наоборот одели. Спасибо. Да. Глаз алмаз у меня, видите? Ну, раз мы заговорили уже про ноги, мы переходим к третьей причине – это слабые мышцы ног или слабые ноги. Когда у нас слабые ноги, они быстро устают, в результате чего у нас происходит следующее. Допустим, мы плывем кролем, наши ноги устают, и они начинают опускаться. В результате наш корпус не ровно, а немножко вот под таким углом, и мы плывем кролем. В этом случае ноги уже не работают, и двойная нагрузка приходится на наши руки. Рукам надо работать за руки, за себя, и второй рукам надо работать, чтобы вывозить наши ноги. То есть двойная нагрузка. В результате двойной нагрузки мы быстрее устаем. Тут совет очень простой. Вам надо тренировать ноги, вам надо растягивать ноги, вам надо закачивать ноги. В общем, работать с сухим плаванием по вашим ногам, дома, на бортике, на суше, отрабатывая и делая специальные упражнения. Если вы новичок, я рекомендую вам посмотреть вот этот ролик. Там как раз самая базовая тренировка ног. Ну и четвертая ошибка. У вас слабая дыхалка, слабая выносливость. Особенно это часто бывает у тех, кто курит сигареты. И здесь совет очень простой. Вам надо просто тренироваться, нарабатывать. Можно добавить параллельно бег. Соответственно, плавание с бегом друг друга компенсируют, взаимозаменяют. У кого сложно с дыханием при беге, рекомендуют плавать. У кого сложно с дыханием при плавании, рекомендуют бег. Потому что это все влияет на нашу дыхалку и на нашу выносливость. Ну и, конечно, отказаться от вредных привычек. И теперь давайте я расскажу, что вам нужно делать, когда у вас сбилось дыхание во время тренировки. И как быстро восстановиться и продолжить тренировку. Первый совет. Плавайте в эко-режиме. Представляете, что вы экономично и равномерно расходуете свой кислород. И представляете, что вы долго можете плыть и не уставать. Ни в коем случае не делайте каких-то резких ускорений, форсирований. Они только сбивают вас и сбивают ваше дыхание. Второе. Если вы устали, доплывайте до бортика, останавливайтесь в углу и делайте 10 выдохов в воду. Или 10 пузырей. Вдох, опустились под воду, выдох, выдох. Вдох, опустились под воду, выдох, выдох. Так сделайте 10 раз. Третье. Обязательно, если вы новичок, и, например, можете спокойно проплывать 200 метров без остановки, обязательно останавливайтесь каждые 100 метров, чтобы насытиться кислородом. Чтобы приплыть, подышать, ваши мышцы обогатились кислородом и дальше поплыли. Так вы сможете долго тренироваться, и тем самым подпитывая мышцы кислородом. Если же вы уже можете проплывать 500 метров без остановки, то принцип тот же. Там каждые 250 метров остановитесь, специально подышите и продолжите тренировку. Четвертая ошибка очень частая. Возможно, вы заметите себя в ней. Вы проплыли, у вас сбилось дыхание, и вы не делаете пузыри, а просто встаете в углу на бортик, либо садитесь и сидите вот так. Дышите. Это неправильно, потому что когда мы так дышим, у нас частота дыхания очень частая, и мы не можем восстановиться. Второе, это неправильно то, что даже если мы сели на бортик, мы скрючились, наши легкие не могут полноценно работать. Обязательно дышим под воду, вдохнули, опустились и равномерно выдохнули. Потому что когда мы дышим под воду, у нас получается дыхание долгое и равномерное. А когда у нас дыхание долгое и равномерное, мы быстрее восстанавливаемся. Ребят, у 99% новичков, кто плавает, есть сложности с дыханием. Я уверен, что у вас тоже. У меня есть видеокурс, где я обучаю азам дыхания 4-х олимпийских стилей. Это дельфин, спина, брас, кроль. Рассказываю все базовые принципы дыхания. Записаться на этот курс вы можете по ссылке в описании. Он очень крутой и действительно много положительных отзывов. После него у вас не будет сложности вообще с дыханием. Друзья, подписывайтесь на канал, обязательно подпишитесь на мою инску. Там мы обсуждаем разные интересные штучки. Я рассказываю кейсы учеников или мы просто болтаем о жизни. Также, если у вас остались вопросы, пишите их здесь, либо мне в личку в инсте, я с удовольствием на них отвечу. Где научиться плавать, вы знаете. Заходите на сайт школы плавания SwimRocket, мы с удовольствием вас научим. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов, школа плавания SwimRocket. Всем пока-пока!